У пяти яиц отделим белки от желтков, белки помещаем в дежу миксера, добавляем к ним щепотку соли и вдеваем, начиная с маленькой скорости, постепенно ее увеличиваем. Когда белки приобретут вид мыльной пены, постепенно начнем вводить 165 г сахара и будем взбивать до получения плотной массы. Белки достаточно хорошо взбиты, теперь продолжая взбивать на средней или на максимальной скорости, добавляем желтки по одному. После добавления последнего желтка взбиваем еще около двух минут. Соединим в отдельной емкости 130 г муки и 20 г кукурузного крахмала. Все тщательно перемешаем. Растопим в микроволновке или на водяной бане 25 г сливочного масла. Снимем цедру с половины апельсина. Напомню, что с апельсина нужно снимать только верхнюю желтую часть цедры, белая часть горчит. Также нам потребуется 25 мл апельсинового сока. Для того, чтобы придать бисквиту более желтый, такой апельсиновый вид, я добавляю щепотку куркумы в муку. Теперь будем действовать быстро. Высыпаем все сухие ингредиенты сразу же. Можно осторожно вымешивать лопаточкой, а можно очень быстро, несколько раз пройтись венчиком. Сначала медленно, а потом быстро. Буквально за несколько движений бисквит замешан. Затем добавляем цедру. Вливаем охлажденное сливочное масло по стеночке, по краю. И апельсиновый сок. И на этот раз уже будем вымешивать с помощью лопаточки. Вымешиваем осторожно, но быстро. Все, ингредиенты объединились, больше вымешивать не надо. Сразу же переливаем тесто в подготовленную форму. Я буду выпекать в кольце диаметром 19 сантиметров. Дно кольца я обтянула фольгой для выпечки. Фольга у меня не слойная. И отправляем форму с тестом в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем бисквит до готовности. У меня он выпекался 40 минут в режиме вверх-вниз. Зубочистка, вставленная в сценку бисквита, должна выходить сухая. Даем бисквиту слегка остыть в форме. Затем извлекаем его и полностью остужаем на решетке. Высота готового бисквита 6,5 сантиметров. Теперь нужно завернуть его в пищевую пленку. И дать ему созреть в холодильнике в течение 6-8 часов. Можно оставить бисквит на ночь. Я разрезала бисквит на 3 коржа. Можно даже разрезать его было и на 4 коржа. ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует...